Моисей отправил сюда разведчиков. То есть должны были первыми пройти и все, осмотреть разведчики. Всевышний напослал Моисея, Моисей напослал разведчиков. Я сейчас хочу раскрыть Библию, процитировать, давайте напутствие. Я думаю, что меня все успели увидеть, я сяду, чтобы с собой не закрывать лобовое стекло. Библия книгочисел, 13 глава. И сказал Господь Моисея, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. Потом через несколько строчек. И послал их Моисей высмотреть землю хананскую и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору. Осмотрите землю, какова она и народ, живущий на ней. Силен ли он или слаб, малочислен или многочислен, какова земля, на которой он живет, хороша ли на лиху да. Каковы города, в которых он живет, в шатрах, что ли, в укреплениях. Тучна земля ли таща, есть на дереве или нет, будьте смелы. У еврейского народа сегодня день траурный. Если мы объедем Иерусалим, дальше продолжим путь на восток, то мы окажемся на берегу Мертвого моря. Там можно тело погрузить в целебный рассол, намазаться замечательно грязью. Но на Мертвом море человек сам себя купает, и его кожа начинает блестеть. Иерусалим. Разве только за себя мы едем? Я вот сейчас процитировал то, что Бог говорил Моисею. По одному человеку от колена отцов пошлите. То есть едим немножко за себя, но немножко за родителей, немножко за детей, немножко за бабушек. Да и за прабабушек. За тех, кто хотел бы побывать там, где мы сегодня будем, но не смогли. Откуда эта традиция вкладывать записки в щели между камнями стены плача? То, что сегодня вы сможете сделать. Иерусалим был недоступен. Люди вдали узнавали, есть один, рискует отправлять сюда. И к ним бежали знакомые, незнакомые. Помолись за меня, передай мою просьбу, вложи мою записку. Прогресс сделал свое дело, взяли билет, автобус везет. В наши дни вы можете написать письмо стены плача. Отправить. На Иерусалимском главпочтамте есть специальный почтальон. И с вашей запиской пойдет и вложит. С тенеплача можно отправить факс, мейл, смс. Но это только внешняя сторона прогресса. Причем та, которая нас делает иногда излишне ленивыми. Что заменит личное участие? К чему я привожу этих двух? К тому, что Иерусалим это место, где мало побывать. Посмотреть. Мы едем одним автобусом, ходить нам желательно группой. Но есть путь, который каждый может и должен только сам проделать в Иерусалим. Есть традиции евлогий. То есть с каждым святым местом что-то связано, что-то принято делать. То есть, например, поставить свечу о здравии об упокоении. Это можно будет сегодня в двух местах. В церкви Вознесения Богородицы и в храме Гроба Господня. И эти свечи лучше на месте брать. Мы придем туда, я покажу, где свечные ящики, где ставят свечи. На свечу стреляют пожертвования от шекеля. И уносит. Человек подносит свой пучок свечей к благодатному огню. Огонь сходит на Пасху, Великую Субботу. Напоминает о воскресенье. С собой символизирует союз Бога и людей. Боляет, гасит, домой уносит. Не просто палочки, парафин и восковые частицы огня. Подарок, верший человек будет рад, если вы подарите пучок свечей, опаленных благодатным огнем. Огонь в храме Гроба Господня. Мы там будем. Те, кому важно, свои свечи смогут опалить. Где вы возьмете свечи? Где угодно их можно взять. Их предлагают во всех лавках. Они есть в храме Гроба Господня. В лавках будет дешевле. Там пучок свечей белого цвета стоит доллар. У нас микробы от 10 шекелей стоит такой пучок. Есть больше, толще, с добавкой воска. Восковые, те дороже. Но какие взять свечи и где взять свечи, каждый сам выберет. Потому что главное все-таки огонь. Надо быть очень собранным в полтене перелков старого города, чтобы не потеряться. Сквозь Юросолим это нелегкая развлекательная экскурсия. Это труд на протяжении длинного дня. Но усилия все оправдываются. Автобусы в Юросолим у нас отправляются 6 раз в неделю. У каждого дня недели своя программа. И тема нашего сегодняшнего дня – Юросолим христианский. И что стоит с этим, как мы построим сегодняшний день? Во-первых, что перед Юросолимом мы сделаем остановку на завтрак. На Новый Юросолим мы будем смотреть в основном из окна автобуса. Переходим ее в разных направлениях. Возможно, где-то выйдем на дворной площадке. По старому городу пешком ходят. И мы тоже будем ходить пешком. Старый город – это 4 жилых квартала. Армянский, христианский, мусульманский, еврейский. Какому-то уделили внимание немного, к этому чуть-чуть. Но вы видите, это разные кварталы. У каждого свое лицо, своя история. Шестая по площади часть старого города – это Храмовая гора. Мы не поднимаемся на Храмовую гору, но все равно мы ее увидим. Увидим золотой купол, который там, где был храм Иерусалимский. Видим черный купол Алексы. Храм Гроба Господня. Конечно же, будет. Стена плачет. Конечно же, будет. Будет нижняя часть Елеонской горы. Иосафатова долина. Ивсиманский сад. Церковь Агония. Страстей Господних. Базилика Наций. Церковь Вознесения Богородицы. Святого Гроба Девы Марии. Гора Сионская. С ее святынями. Горгенстайны вечери. Германии. То есть могила Георгия Победоносца чуть-чуть правее. Рамле. Рамл на арабском песок. Это первый город, который вообще где-либо основали арабы-мусульмане. В 7 веке они овладели этой землей. В 715 году Сулейман Аль-Валид построил Рамли. Если вы посмотрите в правые окна, вы можете увидеть, уходит вправо полотно железной дороги. За ним промзона, за ней жилые дома. Дома, которые чуть ближе, это лот, который чуть дальше, это Рамли. Ну, там чуть подальше, видите дома, Рамли, выйти первый город, который вообще где-либо основали арабы-мусульмане. Может быть, кто-то из сидящих знает второй по счету, тремя основанный. Там, где сегодня центр старого города, храм Гроба Господня. 2000 лет назад не было города, а было кладбище и место казни за городом. Хотите у входа в город? За городскими судебными воротами. Не хоронили по шаббатам. Суббота праздник, суббот нельзя хоронить. В 21 веке мы продолжаем наши не отчитывать по библейской строчке. Был вечер и было утро, день такой-то. То есть вечер сначала, утро потом. У нас сутки не астрономические. Начинаются не в полночь, а вечером предыдущего дня. Казнь Христа была в пятницу утром. Значит, надо все сделать до темноты. Как стемнеет, начнется шаббат. И ученики спешат. И один из учеников отдает свою пещеру, свою погребальную камеру. Евангелист Иоанн написал, почему именно ту? Не потому, что она была большой, достойной или красивой. Сказано в Евангелии, потому что гроб был близко. Армагеддон. Для верующего человека это последняя битва. Битва сил добра и зла. Битва, которая завершает человеческую историю. А для молодого светского это название американского блокбастера, где Брюс увидели спасать мир. Я думаю, что в этом автобусе есть те, кто видели Армагеддон. Есть тут те, кто были на экскурсии в Галилею. Вкладывая в это не тот смысл, что нам важно подняться на 7-8 сотен метров. Конечно, это не достижение. Важно другое. Подняться над буднями, над обыдностью. Приблизиться к вратам небесным, к святостям. Человек приезжает в Израиль жить, совершает репатриацию, получает статус Али Хадаш. Мы это переводим как новый репатриат. Давайте будем точны. Али это не репатриат, это поднявшийся, зашедший. Вернемся к пейзажам. Мы не везде видим склоны. Где-то дорожные работы, где-то мешают деревья и камни. Но там, где мы видим сами склоны, я думаю, вы обратили внимание, что склоны в полоску. Посмотрите, там, где стоят дома, там, где высажен лес, посмотрите. Посмотрите, что это все поверх террасы. Но террасу сложить это еще не все. Крестьяне брали мешки, шли в долины, туда, куда дожди сбывают почву. Наполняли мешки землей. И на спинах, на своих плечах, мешках эту землю обратно тащили в город. Возвращали этим склонам. Привет, Ярусалим. На противоположных дальних холмах. Открылся. Ярусалим, Ярусалим. На ближайшем холме с левой стороны торговый центр. За ним дома это не Ярусалим, а Мивасеретсо. Сейчас в низине будут там эмоции, бредзать. Не так давно попытались включить эти населенные пункты в городскую черту, но попытка эта провалилась. Не смогли преодолеть сопротивление обитателей коттеджей. Видите, что тут поселки ухожены. И люди, живущие здесь, не хотят на себя брать проблем большого города, тем более такого сложного, как Ярусалим. Но есть стратегический план. Окружить Ярусалим двойным еврейским кольцом. Что было внешнее кольцо из этих поселков и внутреннее из новых кварталов. Этот план неуклонно вводят в жизнь, потому что помнят, 66 лет назад родилось государство Израиль, соседи этого не приняли. От этого чеха вылетела вставная челюсть и улетела под стену монастыря. Чтобы поднять челюсть, было созвано специальное заседание ООН, образованная трехсторонняя комиссия. Пошел туда офицер Израильский и Орданский от Аравска региона офицер Силуа. Эта трехсторонняя комиссия пошла, нашла челюсть, вернула женщину. Курьезный пример, но он показывает, что это за город. Как людям здесь жить, приходится и какую жизнь готовить Иерусалима. Это церковь, печень, еврейская могила. Могила пророка Самуила на горе Радости. Что такого сделал этот пророк? Среди очень многое, что он сделал, он когда-то дал евреям царя. Помазал на царство первого царя Саула и второго царя Давида. Причем пророк не хотел этого делать. Значит, он попытался сначала отговорить пришедших. Зачем царь? Он заберет ваших молодых людей и свое войско. Где лежит у вас? Будьте внимательны, не теряйте бдительность в течение всего дня. С левой стороны арабские дома деревни Шуафат. Задела гербежица в Шуафат. Это восточный Иерусалим. Восточный Иерусалим это деревни, включенные в границы города. Сейчас мы пройдем перекресток. И с левой стороны будут еврейские дома квартала Иван-Шапир или французская горка. И только дорога и рельсы для трамвая разделяют два квартала. Но как они отличаются? Отличаются дома, отличаются бочки для нагрева воды на крыше. Мы вот именно сейчас едем там, где проходила в течение 19 лет граница Израиля с Иорданией. Ограничный забор снесли в июне 67-го года. Всего нету 47 лет. Границы. Кто где живет, где чей квартал, это местный знай. Вы увидите сегодня, что есть Иерусалим западный, восточный, старый город. Вы увидите, как они отличаются друг от друга. Границы люди циничны, называют его Голубь мира. Слева. Я слышал другие версии. Например, памятник погибшим летчикам. Вот эта фигура вышла от белого этажа. Памятник погибшим десантникам. Тут был очень жестокий бой во время шестидневной войны. Но скульптор Александр Либерман, этот памятник назвал Вера. Здесь, на незримой границе, каждый день встречаются люди разных Иерусалимов. По-разному одеваются, трапезничают, мысли. Одни те же события, кого-то из них радуют, кого-то огорчают. И на стыке возникает напряжение. Вот все эти фигуры белого бетона скопканы. Сжаты, смяты. Они должны показывать напряжение Иерусалима и наличие незримых границ. Мы сейчас поднимемся на гору Скопус. Телескоп, микроскоп, епископ. Скопус гора Дозорная, гора Наблюдателей. Там обзорная площадка. Мы там выйдем и посмотрим. Мы индивидуалисты. Важнее совместная молитва. О чем человек молится, когда он оден? Что было лучше ему, или что стало хуже его соседям? Всегда имеет значение совместная молитва. Для иудея есть понятие миньян. Молитва, в которой не меньше десяти мужчин могут участвовать. Иначе просто эту молитву нельзя возносить. Для христианина есть литургия. Для мусульмана – джума. Так вот, дамы и господа, мусульмане молятся в сторонке. От золотого купола уйдите взглядом влево. Строение с плоской черной крышей и черным вызвавшим куполом. Слева от золотого нашли? Это мечеть Алякса. Вот там молятся мусульмане. Там, где золотой купол, один-два мусульмане помолиться могут, но там не проводят коллективные важные службы. И это строение не мечеть, а мавзолей красивый, который хранит святое место и украшает его, и указывает на него. Это строение с золотым куполом называется на иврите – кипата села, на арабском – кубата сахра, на английском – дом of the rock, и на русском мы дословно переведем – на скальный купол. Под золотым куполом глыба известняка 16-18 метров. Вот мы сейчас стоим на известняке. И там известняк, только там большой камень. И это краеугольный камень. Бог открывается всегда через своих пророков. И Бог через пророка Исаию когда-то так сказал. «В основание на сегодня я полагаю камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержден». Вот когда в Библии появляется это – краеугольный камень. Бог это говорит через Исаию. «Полагаю, в основании камень. Из-под этого камня взят прах для сотворения первого человека». Мы под большой сундук, в котором были каменные доски, скрижали с заповедями, которые Бог давал людям через Моисея. Вот он, Иерусалим. Наконец, на этой земле. Это университет Мормонов. Пускай это будет метка. До университета Мормонов это еще гороскоп. От университета Мормонов дальше – это Масличная Елеонская гора. Не тема сегодня наша, но будем уделять внимание, что Иерусалим всем важен. Все хотят что-то в этом городе построить и украсить город, и себя показать. То есть, вот там мощная колокольня – это немецкая церковь. Там немцы, немецкая присутствия. Там Мормоны. На вершине Елеонской горы островерховая колокольня. Это русская присутствия в Иерусалиме. Русская свеча называется «Колокольня». Там русский женский православный. Спасовознесенский Елеонский монастырь. И там церковь в честь вознесения Христова. И чем важна вершина Елеонской горы для христианина? Местовознесения. И не только. Посмотрите, уйдите взглядом от колокольня вправо. Деревья, а потом черепичные крыши. Там резиденция Иерусалимского православного патриарха. Там церковь смертного благовещения Христова Богородица. Мы сейчас помним, что это за смертное благовещение Христова Богородица. И там монастырь Мужи Галилейский. Иисус возносится в небеса, а апостолы стоят и просто смертные. Являются самым амортизмом благодаря Христову Галилейский. И что вы стоите? Так вы должны идти и испанять вас. И там же, две тысячи лет назад, было подворье для паломников из Галилеи. Помните, один путь цитировал? Три раза в году весь мужский пол должен явиться при лице Господа Бога. И паломники из Галилеи шли к храму, не так, как мы сегодня ехали, через Толярик. Они шли через Самарину. Там за горошью начинается Самария. Ну, самаритяне были враждебности по долине Органа. До гордой Гири Ход. Это первое, что это... Индивидуальное. 21 век. Это мы индивидуалисты. Важнее совместная молитва. О чем человек молится, когда он один? Что было лучше ему или что стало хуже его соседям? Всегда имеет значение совместная молитва. Для иудеи есть понятие миньян. Молитва, в которой не меньше десяти мужчин могут участвовать. Иначе просто эту молитву нельзя возносить. Для христианина есть литургия. Для мусульмана – джума. Так вот, дамы-экспода, мусульмане молятся в сторонке. От золотого купола уйдите взглядом влево. Строение с плоской черной крышей и черным вызвавшим куполом. Слева от золотого нашли? Да. Это мечеть Алякса. Вот там молятся мусульмане. Там, где золотой купол, один-два мусульмане помолиться могут, но там не проводят коллективной важной службы. И это строение не мечеть, а мавзолей красивый, который хранит святое место и украшает его, и указывает на него. Это строение с золотым куполом называется на иврите – кипата села, на арабском – кубата сахра, на английском – домов за рок, и на русском мы дословно переведем – на скальный купол. Под золотым куполом глыба известняка 16-18 метров. Вот мы сейчас стоим на известняке. И там известняк, только там большой камень. И это краеугольный камень. Бог открывается всегда через своих пророков. И Бог через пророка Исаию когда-то так сказал – «В основание на сегодня я полагаю камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержден». Вот когда в Библии появляется это – краеугольный камень. Бог это говорит через Исаию. «Полагаю, в основании камень». И из-под этого камня взят прах для сотворения первого человека. Мы под большой сундук, в котором были каменные доски, скрижали с заповедями, которые Бог давал людям через Моисея. То есть, поны такие, как он, всегда к себе относили те слова, которые Бог говорил Моисею. «Сними обувь с ног твоих, земля, на которой ты стоишь спитая». У нас преимущество, мы посмотрели. Сейчас будем гулять. Точный бруссалим. А сейчас граница между городом и пустыней. От нас влево, во впадину Иордана, в сторону Мертвого моря, Ерехона, спускается Иудейская пустыня. Граница просто двух миров. С одной стороны пустыни – мир кочевников, с другой стороны – город – мир осенных людей. И мы едем сейчас к Гефсиманскому саду. Мой, если не может, чаша себе миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И пришед, находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Но тут уже шум, свет, идут люди с оружием, с факелами. Один из учеников подходит вплотную, целует и этим поцелуем выдает. Познает и арест. То есть мы едем сейчас к Гефсиманскому саду. Это то место, где Иисус молился и был арестован. Мы в Восточном Иерусалиме. И там, на обзорной площадке, кто-то от меня отошел в сторонку. Пожалуйста, в любом месте, конечно же, каждый человек волен и свободен. Слушать, не слушать, быть группой, отойти от группы. Но вот здесь я вас призываю все-таки держаться группа. Потому что это как раз вот самое, так с точки зрения безопасности, проблематичное место. Вот видите, тут уже собираются люди, кого-то не пускают в мечеть, кто-то уже готовится к каким-то событиям. Еще, еще раз я вас призываю. Может быть, ваш взгляд еще не так наметан, но вы не видите признаков приближающейся бури, а я так ее уже вижу. Я вас призываю. Мы не отказываемся ни от одного объекта нашей программы. Пытаемся все выполнить. Но я звонил в полицию. Полиция сказала, вы едете сюда на свою ответственность. Я призываю ходить группой, и от группы не отходить. Рамовая гора. Туда за нашими поднимается Елеонская мосвичная гора Арзейдин. И эти две горы, эти два склона, образуют здесь ущельницы, которые называются Иосафатова долина. Вспомните, я цитировал пророка, говорит Господь Бог, соберу все народы, приведу в долину Иосафата, произведу суд. Одно из названий этой долины Иосафатова, другое – Идронская. Третье название этой долины – долина последнего суда. Кто эти ворота заложил, ученые спорят. Кто-то доказывает, что это сделал Мамлюк Дейбарс, кто-то Курт Саладин, кто-то говорит, работа крестоноса. Религиозная традиция говорит, неважно, кто закладывал, а важно, что мы не можем позвать рестораторов, нагнать технику, эти ворота открыть, отремонтировать и заходить. Они без нашей помощи откроются. Они откроются в тот день, когда Мессия, или, если хотите, Машиас, или, если хотите, Махди, по-разному представители трех религий произносят, на белом ослике спустится с Еленской горы, мимо нас проедет, поднимется туда. Вот для него эти ворота сами откроются. Иисус здесь ходил, здесь трапезничал, здесь молился, здесь был арестован. Но Бога Саваофа никто не видел. Тем не менее, мы видим его изображение. Это редко бывает, но мы видим изображение Бога Отца. То есть, сын молится Отцу, Иисус молится Богу Саваофу. Силы бесплотные. Справа пришли женщины, принесли своих детей. Слева сильный мир осего. Посмотрите, как они показаны. Правитель корону уронил и склонился. Воин отставил меч. Философ задумался. Музыкант не играет. Юноша держит книгу, написано невежество. Понятна идея этой мозаики. Все идут к Богу. Пришли обычные люди. Но пришли стремиться к потокам воды. Это так показано, это библейская строчка. Но это еще две половинки Иерусалимской церкви, матери всех церквей. Апостолы были евреи. У оливы есть годовые кольца. То есть, можно молодое дерево спилить, посчитать кольца и определить кольца. Но, когда оливе несколько десятков лет, в ней появляются узелки. Если оливе больше двухсот лет, она пустая изнутри. В Галилее занимались, пытались запретить возраст тех олив, там строят компьютерные модели и так далее. Известно, что самые древние оливы на планете, вообще в Греции, в Дельфе, но есть ученые, которые говорят, оливы это дерево, которое вечно живет. Как можно жить вечно, умирать? Передавайте, а вот еще. Апостолы 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Там, в глубине этой церкви, вы увидите погребальную пещеру, сможете туда зайти и быть у ложа смертного, на котором лежало тело Дева Марии. За гробницей вы увидите икону, к ней тоже можно будет подойти. Это, наверное, самый почитаемый богородичный образ этой земли. Это, как называется, Иерусалимская Панаде, Иерусалимская Всесвятая. Согласно традиции, несколько икон берут начало от Луки. Он врач, он писатель, у него открылся дар художника, когда было сошельство Духа Святого на апостол. Несколько икон Лука писал, видя Деву перед собой. Эту икону передали князю Владимиру из Константинополя. Иерусалимская Всесвятая. Мы в границе города, как пример, то, что влево восточный Иерусалим. И это деревня. Долина последнего суда, Иосафатова долина, уходит влево. Мы поворачиваем направо. Над нами, с правой стороны, посмотрите, черный выцветший купол. Это Алякса. Или это храмовая гора Алякса. И посмотрите, еще над нами справа три дуги в стене. Увидите заложенные ворота двухтысячелетней давности к храму Иерусалимскому. Ступень и ворота. Заложенные. В этом климате, это очень важно, вода. Люди поселились у воды. И вот там, где зелень и какие-то навесы, там ход в Аляксский парк, град Давидов. И там копают еще с турецкого времени. И там нашли, например, остатки домов Хананияд. Еще времени праотца Авраама. Там нашли туннель, по которому воины царя Давида пробрались в город. Вот так он был завоеван Давидом. Не пробили стены, а прошли потихоньку по системе водоснабжения. Ты берешь билеты, и ты идешь опять по этому же самому туннелю. Это, кстати, очень сильное впечатление. Идти по туннелю, по которому три тысячи лет назад крались воины царя Давида. Но это отдельная экскурсия. Мы просто отмечаем, Иерусалим родился в Низине. Уже потом дома поднялись на холмы. И уже потом появились эти стены. Иерусалим родился в Низине. Иерусалим родился в Низине. Возьмей мир и священный маме. У нас в жер hole думая, что гр Rosa упала со священными Это место Пасхи, это место, где всегда Пасха, это место схождения благодатного огня. Огонь благодатный, вот здесь вот внутри, в какой-то части погребальная ложа. Оно закрыто мрамором, но именно на него и ставят лампаду, и сходит огонь. Обратите внимание, вот пристроен притвор сзади. Вот единственное место, которое просят не фотографировать, что там внутри. То есть сбоку фотоаппарат навести можно, а вот стоять напротив, но водителя просят не делать. Это предел коптов, вот священник копт сидит. Если сами произведете слово копт, вы услышите Египет. Это очень древняя церковь, и что хранят копты? Они утверждают, что они хранят единственный камень, который остался от времен, когда это была пещера, и он не закрыт. В один из ремонтов выступил краешек погребального ложа Христова, и его уже не стали прятать. Дамы и господа, огибайте и проходите сюда, пожалуйста. Зайдем в Старый город через мусорные ворота. Это не ворота обычного понимания. Обычно ворота – это башня укрепления новобранцев. Она была не везда во время шума. Но когда-нибудь ты не так добываешься, а когда-нибудь нет. Есть особые свои традиции, что и как говорить, именно вот в такой мрачный день. Хотя иногда вы сюда приезжаете к стене плача, и увидите, как новобранцы принимают присягу. Или тут бурное-бурное веселье, приезжают семьи с мальчиками, которым исполнилось 13 лет, и празднуют бармитсву, 13-летие мальчика. То есть стеноплач – это место, это такой центр национальный. Быть самому, быть со своей семьей, быть со своим народом, быть в день радостный, быть в день тяжелый. И мне задают здесь всегда два вопроса. Первый вопрос – а можно ли не еврею, не иудею подходить к стене плача? Как думаете вы? Можно. Мы сегодня говорим о творении, суде, мы пытаемся все связать и проникнуть в замысла Творца. И я хочу еще Библию процитировать. Бог через Исайю сказал, станет мой дом домом молитвы для всех народов. Пришел, где не пришел, каждый решит сам, но сказано было об этом. И второй вопрос – это что написать в записке, как попросить. Один из мудрецов сказал, Всевышний велик и всемогущий, и Он мог бы нас ангелами создать. Или так, что даже и не представить. Мы земные, это значит, что у нас есть проблемы. Бывает, что-то у нас болит, бывает, что за детей приходится не спать, бывает, не хватает денег. Человек идет к святому месту, сердце смягчает, открывает и обращается с просьбой или молитвой к небесам. Так вот, замысел в этом обращении. И в понимании, что не все зависит от нашей удачливости или расчетливости. Нам нужна помощь свыше. Нужно оставить записку, а нужно просто рядом постоять. Нет ограничений. Ограничения здесь такие. Дамы идут вот на эту половинку, правая часть для женщин. Мужчины идут на левую половинку для мужчин, свой проход. Дамы не принципиально, накрыта голова или нет, хотя чтобы были плечи закрыты. Мужчины нужен головной убор. Нет какого-либо, все равно какого, своего головного убора. Там, где вот проход мужкой, там есть стойка, и там лежат ермолочки кипа на время. Двухсторонняя кружка, чтобы левый, правый снимать. Мыть вернее. Вот это, Господи мой, у тебя, сохрани мне здоровье. Дай терпение, силы преодолеть. А мы же сейчас не плачем. Что мы здесь сделаем, пока стук? Юра, а бумагу куда положить, где там? Ходи мне покажутся. Угу. Куда? Что? Я знаю, я знаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Храма Вегара Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Добавил субтитры